МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко главно. Начались язвы на Валаке, закончили санитарным состоянием хасабюрта. Почему северная столица республики утопает в мусоре, выясняли на заседании правительства. Самая эффективная работа против радикализма в молодежной среде. Деятельность муфтията республики оценили на религиозном форуме в Татарстане. Бывает и такое. На любительском турнире по футболу отличился комментатор, забив гол головой. Ситуацию с заражением сибирской язвы обсудили сегодня в правительстве республики. Вопрос находится на личном контроле у главы Дагестана. Об этом напомнил Артем Сдунов. Вместе со специалистами Минздрава, Роспотребнадзора, Росельхознадзора, Ветеринарная служба и полиции была проанализирована проведенная работа по ликвидации очага заряжения в Новолагском районе. В рамках заседания отдельно была затронута тема санитарного состояния хасабюрта. Буквально накануне премьер, проезжая по территории муниципалитета, наблюдал удручающую картину, связанную с уборкой мусора, о чем сегодня напомнил руководство муниципалитета. В городе, это центр города, вот эти шкуры, я не говорю, что они там заразные, не заразные. Мы не знаем об этом, и никто об этом не знает. В этом домике, который, будка, там навряд ли определяется санитарная чистота этих шкур. Я сомневаюсь. Там навряд ли есть лаборатория Роспотребнадзора. Я не думаю, да, вот я главу пригласил, уважаемый Занузин Дагович, что вы об этом не знаете. Мы, когда у вас проводили ревизию по поводу воды, мы вам уже предупреждение это делали. Вы вообще город не убираете, что ли? Смотрите, смотрите, коллеги, это вот так вот люди наши живут, дагестанцы. Уборки никакой нет вообще. Это просто, как говорится, съемки еще просто территории. Там и домашний скот ходит, и всех, значит, выгуливают, кого только можно. У нас этого бычка что там в желудке нашли? Пакеты там всякие, веревки, все, что там можно, да? Ну вот так же вот. Вот так же попитался, вернулся, значит, не отходя от дома, и принес с собой вот эти споры. Я вас слушаю. Мы принимаем меры. Вы ничего не принимаете. У вас город просто весь в грязи весь. По итогам поручения председателя правительства будет создана специальная комиссия и направлена в Хазавюрт, а также подготовлено соответствующее обращение в прокуратуру. Вопрос по санитарно-эпидемиологической ситуации в городе взят на особый контроль. В России усилилось наказание за браконьерство. Об этом сообщает ряд СМИ. Максимально допустимый срок лишения свободы за преступления в сфере добычи водных биоресурсов увеличился на один год. Кроме того, введено понятие совершения преступления группой лиц по предварительному сговору. Цель внесенных поправок – усиление уголовной ответственности за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов. При этом данные деяния будут квалифицироваться как преступления средней тяжести или тяжкие. Морской торговый порт Махачкалы сохранил лидерство по показателям грузооборота, собещают в пресс-службе учреждения. В частности, с начала года порт уже перевалил 3 миллиона тонн нефтепродуктов, тем самым в два раза увеличив показатели по сравнению с годом ранее. Эти данные стали лучшими среди всех портов Каспийского бассейна. Отметим, что мощности порта достаточно для перевалки до 8 миллионов тонн наливных нефтепродуктов. Как сообщалось ранее, в порту с 2019 года также возобновилась перевалка туркменской нефти через Махачкалу. Дагестанский завод может стать лидером в производстве стекольной тары. В ходе рабочего визита в дагестанские огни предприятия осмотрел премьер-министр республики Артем Сдунов. Сегодня огненский стекольный показывает высокие темпы роста и является единственным на Северном Кавказе производителем стекла по самой современной технологии. Продукция завода пользуется спросом как в России, так и за рубежом. Дальнейшее расширение мощности упирается в вопрос строительства в республике своего горнообогатительного комбината, который позволит производить местное сырье. Рынок требует больше и больше стеклотары, больше изделий из стекла. Они сейчас нынешними своими мощностями обеспечить это не могут. Речь идет о создании нового производства в полтора миллиарда рублей. Сейчас мы будем работать с фондом моногородов, который у нас, да как не является моногородом, с фондом развития промышленности, рассмотрим вопросы финансирования из фонда развития промышленности Дагестана, чтобы это производство здесь появилось. Как сейчас вы сами слышали, на это должно уйти до 10 месяцев сначала финансирование, то есть это уже проект под ключ. Самое главное есть рынок сбыта. Деятельность Бафтеатра республики положительно оценили на религиозном форуме в Татарстане. Напомним, в городе Болгар с 13 по 19 октября проходил международный форум «Богословское наследие мусульман России». Делегация Дагестана приняла участие в Международной студенческой научно-практической конференции «Формирование гражданской идентичности мусульманской молодежи в России и за рубежом». Работа была разделена на несколько секций. На встрече, посвященной профилактике радикализма и экстремизма в молодежной среде, была отмечена эффективная работа дагестанского духовенства. И о спорте. В Махачкале прошел турнир по вольной борьбе, приуроченный к 20-летию образования спортивной школы имени Али Алиева на призы заслуженного мастера спорта Магомеда Исагаджиева. Организатором соревнований выступил комитет по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы. Подробности в материале моего коллеги Камиля Девятого. Юные борцы на данном турнире показывают все свое мастерство и приобретают большой соревновательный опыт. Турнир по вольной борьбе на призы Магомеда Исагаджиева собрал 8 команд. Турнир формата «Стенка на стенку» проводится впервые. В данном турнире, посвященном 20-летию со дня основания спортшколы имени Али Алиева на призы заслуженного мастера спорта Исагаджиева, приняло участие 8 команд. То есть 6 городов, с Махачкалы две команды, остальные Хасавюрт, Каспийск, у нас Кизлюрт, Кизляр, Избирбаш и у нас идет Левашинский район. 8 команд, по 9 участников, 9 весовых категорий. Стенка на стенку, формат кубковый, очень интересные соревнования, очень редкий формат для нас. Вольная борьба для дагестанских мальчишек – это больше, чем спорт. Есть куда стремиться и на чем примере расти. Поэтому азарта и желания победить у юных спортсменов хватает. За организацию турнира в честь юбилея спортивной школы, носящей имя великого дагестанского борца Али Алиева, Магомед Исагаджиев был награжден почетной грамотой. Многие команды приехали, 8 команд, если я не ошибаюсь. Насколько важно против таких турниров, чтобы росли такие чемпионы, как Али Алиев? Ну, конечно, это как бы стартовое соревнование. Для юноши очень хорошая мотивация, она дает, если отсюда пройти. Это же начиная от района, Дагестана, города начинать и дальше продвигаются ребята. Здесь как раз мы выбрали юношеский возраст, они, которые с кадетов переходят в юноши, потом в молодежь и во взрослую борьбу. Конечно, как они здесь хорошо выступают, и в дальнейшем тоже они будут на взрослом ковре покажут хорошие результаты. Всех победителей и призеров республиканского юбилейного турнира ждали ценные денежные призы, медали, а также кубки. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанские футболисты Гамит Шахбанов и Рустам Рамазанов помогли сборной России завоевать золотые медали чемпионата мира по футболу среди любителей в Греции. За звание лучшей боролись 40 команд со всех уголков планеты. Национальная сборная успешно прошла групповой этап, затем одержала уверенные победы над США и Венгрией. В полуфинале наши футболисты не без труда одолели хозяев в поле. 3-2. С таким же счетом уже в финале были обыграны и поляки. Воспитанники дагестанского футбола на этом чемпионате забили 7 мячей на двоих. Рустам Рамазанов был признан лучшим игроком турнира. И продолжение футбольной темы. Уникальный и в то же время очень забавный случай произошел в эти выходные в Лиге Лаки. Там голым отметился комментатор. Это кадры матча последнего тура группового этапа. Игрок команды Читур, пробивая штрафной удар в ворота Шахува, попал мячом в стенку. Дальше этот самый мяч отскочил в поле и чудесным образом нашел голого комментатора, который в этот момент оказался в пределах поля. Отметим, что этот курьезный гол помог команде Шахува попасть в стыковые матчи и продолжить борьбу в следующем этапе Лиги. Жаль только, что в протоколе матча самого комментатора Тагира Минаева так и не указали. Вот такие вот у нас новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.